ой напьюся бабушка ой напьюся стрелецкой намекают детки мне это мой грех мужской кузьмич ну а шо я могу поделать ежели с казахией к нам это жижа течет как из рога изобилия любопытство потливый ум все дела к тому же хз шо будет завтра нам времечко выпало то еще а шо еще будет хрен знает так что живем одним днем и пробуем шо дают да уж скажем так времена хреновые вот раньше были времена а теперь мгновения раньше поднимался хрен а теперь давление ну вот как тут не вспомнить брежнева с медальками сиськами-ма-сиськами и сосисками сраными а в общем варится данный шеневер на а о нужен ар основанным в 1971 году в городе уральске западной казахской области являющимся одним из старейших предприятий производителей в казахстане алкогольной и безалкогольной продукции да посмотрел я подкис завода ну ладно с советских времен антисанитария в ваннах пиво в рот мне компот шутка как а вот не поленитесь товарищи зайдите на официальный сайт и гляньте как пиво в чугунных ваннах стоит ну это же пиздец конечно в целом да немного удивляет современные фотки завода традиционно хотел бы найти описание напитка на официальном сайте но его там нет согласно сайту пивоварня варят четыре сорта пиво среди которых ясен петь жигулёвс русская рижская риттер и собственно норжанар вот только ттх у пиво описанного на сайте отличаются от того что прислали в россию в россии явно направили кастрированный вариант так как плотность в оригинале 11 5 а у нас 10 алкоголя в оригинале 46 процента а у нас 36 вот такая вот арифметика хреновая благо маркетологи гбр всегда придут на помощь это значит перед нами традиционный лагерь изготовлены по собственной рецептуре из отборного солода и хмеля обладающая терпким освежающим вкусом сочетает неповторимые оттенки насыщенного куза живого продукта и красивый золотистый цвет так вот еле сдерживаюсь и так пиво нуджанар оригинал светлая фильтрованная пастеризованная цена 59 99 рублей объем 0 5 литра вроде бы и надо похвалить но я прям уже предчувствую что содержимое этого не спасет составе вода солод ячменный хмель пивовные дрожжи стиль лагер и покупки стекло алкоголь 36 плотность 10 процентов горечь 10 ему цветность а хер его знает розлив от 18 но 8 22 ходим до 02 23 изготовитель т.о.о. нуржанар республика казахстан город уральск улица григория потанина 8 цвет золотистый янтарный прозрачный пена белая не стойкая мелко пузырчатая пышностью не отличается аромат солодовый с железочкой этот аромат немытых кранов из наливаек специфический не особо приятный запах тело водянистая карбонизация умеренная вкус пустой водянистый еле-еле солодовая водичка без какого-либо намека на хмель в послевкусии пустой кислый металлический привкус как будто бы разливное пиво в алюминиевой канистре простояло солнышке после его охладили в речке и ты довольный пьяный прям с канистры его замахнул помню как-то в школьные годы именно в такой канистре перли мы с собой пиво на рыбалку появляется неприятная прогорклость как от масла и арахиса будто жареный в этом прогоркло масле арахис хрень оценка 2 в целом как и большинство опробованных ранее казахских пив это полная шляпа вагон и маленькая тележка всевозможных дефектов пациент явно скорее мертв чем жив ну а если это именно индивидуальный эталонный вкус всего напитка своего рода визитная карточка завода то становится еще хрустенее такое пиво не стоит отправлять на импорт не стоит вообще продавать да и варить собственно не стоит подобную шляпу вообще варить вообще не вижу никакого смысла хотя медальки на этикетке и надпись premium quality явно намекает совершенно на противоположную точку зрения в общем такое ощущение что технология производства несмотря на новое оборудование осталось неизменной советских времен и этот продукт жизнедеятельности степного казахского ослика казахского черт тебя дери и по сей день сбраживается в тех чугунных ваннах открытым же способом прямо в казахской степи с этими сраными плитками на полу кузбич ну так а многие не пробовали ни хрена слащие морковки для них пиво все одинаковое пиво и пиво обычный ссаный водянистый мягкий лагерь без пели вот эталон пиво для рядового потребителя в эту категорию казахи вписываются со своим как нельзя лучше да хрёбаная же сука жизнь когда уже шва творится же культура питья на этой хрёбаной земле а